При обрушении подъезда дома погибли 14 человек, в том числе и ребенок. Такова информация от МЧС на этот час. Их тела уже извлекли из-под завалов. Поисково-спасательные работы на месте трагедии продолжаются. Сейчас на прямой связи из Магнитогорска наш специальный корреспондент Андрей Сапегин. Андрей, здравствуйте. Какая у вас последняя информация? Да, коллеги, здравствуйте. По последним данным, с момента начала поисково-спасательной операции из-под завалов извлечено 20 человек. 14 из них погибли, в том числе один ребенок. Шесть раз спасены. Судьба 30 по-прежнему неизвестна. Магнитогорцы продолжают нести свечи, игрушки и цветы к дому на улице Карла Маркса. Мы находимся рядом со стихийным митингом, где буквально в сотни метров от места трагедии здесь прошла траурная панихида. Сотни людей несут цветы, игрушки и свечи. У многих здесь, под завалами, погибли родные и близкие. Впрочем, не только знакомым приходят отдать дань памяти магнитогорцы. Сегодня скорбит весь город. Сегодня день памяти, поэтому в выходной я решил прийти, конечно. Весь город, да? У нас каждый третий знакомый практически в городе. Что тут говорить? Переехал, еще этих домов не было. Знакомый. В 1971 году вот этот микроэром построили. Очень много. Я каждые два часа сюда иду, и цветы приносила, и вот переживаю, что там еще люди. Это горе. Это горе. Сегодня в Чулябинской области день траура. Отменены все развлекательные массовые мероприятия. Ну, а на месте обрушения разбор завалов продолжается. Вы можете наблюдать это буквально в прямом эфире. Коллеги. Андрей, спасибо. На прямой связи с Магнитогорска был наш специальный корреспондент Андрей Сапегин.